Календарь автомобильной истории Вспоминаем какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего что с этим связано происходили много лет назад, ну а может быть и совсем недавно. Итак сегодня вспоминаем события 5 мая. 5 мая 1913 года в московском Манеже открылась 4-я международная выставка автомобилей под покровительством Николая II. Было представлено 386 машин. За 3 дня до открытия, 2 мая 1913 года, петербургский листок, газета такая, писал. Через несколько дней открывается автомобильный салон, превзошедший по своим размерам всякие ожидания. Побывав на выставке, журналист не мог сдержать своих чувств. Писал он. Несколько сот автомобилей, один другого роскошнее, так и блестят своей новизной. Слышится разговор на всех европейских языках. Впрочем, восхищение продолжалось недолго и уже 11 мая газета сетовала. Цитата. Вчера в Манеже была масса народа. Всех поражает, что на такой грандиозной выставке очень мало общедоступных автомобилей. Выставка исключительно для миллионеров. 5 мая 1914 года Эрвин Бейкер по прозвищу Пушечное Ядро или Кэнонболл отправился из Калифорнии в свой первый трансконтинентальный пробег на мотоцикле по Соединенным Штатам. Через 100 без малого лет американские энтузиасты проедут по следам Бейкера на ретро-мотоциклах. 5 мая 1930 года родился Илья Александрович Тихомиров, московский инженер-автогонщик. В 1963 году на соленом озере Баскунчак Астраханской области установят абсолютный всесоюзный рекорд скорости на автомобиле 311 км в час. 5 мая 1938 года на автодроме в Монсе, что в Италии, дебютирует Альф Ромео 158, на которой первый чемпион Формуле 1 Эмилио Форино успешно выступал на гран-при Антверпена, Копа Чиано и Берна. В этот день в 1944 году за два дня до своего 95-летия умерла матушка Бенц, жена Карла Бенца, который вместе с Готлибом Даймлером основал компанию Даймлер Бенц. Берта Бенц принимала самое активное участие в популяризации автомобиля и даже отправилась на первом автомобиле на сотню с лишним километров втайне от мужа и стала первым в истории тест-драйвером, если можно так сказать, конечно. 5 мая 1981 года американский производитель грузовиков Freightways Incorporated стал дочерней компанией Даймлер Бенц АГ. 5 мая 2006 года в ОАО «АвтоВАЗ» в присутствии представителей средств массовой информации состоялись ударные испытания первого прототипа новой базовой модели под названием «Проект 2116» или «Лада Силуэт» или «Проект С». Но, как обычно, чудо не случилось. В 2014 году «Лада» полностью отказалась от этого проекта, а что до выживших прототипов, говорят, один «ВАЗ-2116» передвигается по дорогам и сегодня. 5 мая 2015 года впервые в истории тяжелый магистральный тягач с функцией беспилотного или автономного управления получил лицензию на передвижение по дорогам общего пользования. Дальнобойный «Инспирейшн-трак» компания Freightline, оборуданный интеллектуальной системой «Даймлер Хайвей Пайлот» для автономного движения получил номерной знак АУ-010 и совершил первую поездку по шоссе номер 15 в штате Невада. Технология «Хайвей Пайлот» дает водителю возможность отпустить управление на прямых и спокойных участках трасс. Ориентируясь на данные радара и стереокамеры, которые фиксируют поведение других автомобилей, дорожные знаки и линии разметки, система автоматически поддерживает скорость потока. Она может ускорять и замедлять грузовик, когда это необходимо, подруливать на изгибах шоссе или работать в режиме старт-стоп в пробке. Но надо отметить, что колесил по дорогам Невады трак не с коммерческими грузами, а в качестве тест-драйва и отлаживания технологии. Ну а на сегодня все, завтра ждет нас новый день и новая серия проекта «Календарь автомобильной истории». Каждый день ровно в 8 вечера на нашем YouTube-канале смотрите свежий выпуск «Календаря». Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, так будет удобно следить за выходом новых серий. Делитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео, будет замечательно, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр, до завтра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok